Всем привет! Меня многие просили сделать ТО на вездеходе. И вот наконец я добрался до такого момента. Обычно как бывает. Я только приехал с похода или еще откуда-нибудь пошел отсыпаться. Утром просыпаюсь, Мишка уже взял ТО и сделал сам. И постоянно получалось так, что вы оставались без этого видео. Сейчас я подавал такой момент. Нам ехать на Ладогу. Кстати, мы едем на Ладогу Трофи, где будем снимать видео о зачете вездеходов. АТВ Спешл называется. Это будут Шерпы. Будут Арго заявлен. Многострадальная хунта, как вы знаете. Две штуки будет. И три Шерпа. Кто-то еще будет, я не помню уже. Я буду аттестован как пресса и буду снимать обо всем этом кино, которое вы обязательно увидите. Итак, вернемся к ТО. Я, в принципе, сейчас залажу в машину, включаю камеру и показываю вам, как делается замена масла вездеходе. Все очень легко и просто. Как вы видите, машина уже практически укомплектована для поездки на соревнования. Но мне осталось только заменить масло. Итак, начнем. Масло мы начинаем менять с того, что открываем капот. Ничего страшного, за мной днище прогнулось. Я же толстенький и ленивенький. Да, блин. Страшно как-то. Шучу, конечно. Ничего не страшного, я к этому уже привык. Вот, снимаем все резинки четыре. Открываем подкапотное. Так. Здорово. Здорово. Которую я вставляю в щуп вездехода. А вот, в щуп вставляем ее. Поехали. Уть-уть-уть-уть-уть-уть. До конца и чуть приподняли. Ай, блин. Ребят, поторопился. Поторопился я. Потому что двигатель-то надо прогреть. Иначе это масло будет вытекать, знаете, сколько? Фу-у-у. Как раз мы на соревновании уедем. Оно еще вытекать будет. Вот так, ребятки. Так что сейчас мы прогреем двигатель чуть-чуть. И тогда будем делать второй дубль. Ну вот, ребят, двигатель я прогрел. Сказывается, конечно, то, что я давно не менял уже это масло. Поэтому он перепутал последовательность. Вот. В общем, опускаем в масляный щуп. В отверстие для щупа. Выпускаем заборник. Вкачиваем нашу ферта-машину. Ну вот, теперь видно, что масло пошло. Вот оно идет. Ну и сколько? Минут 15 оно будет выкачиваться. Я думаю, у вас терпения не хватит 15 минут смотреть. Так что я выключаю камеру и включим ее на следующем уже этапе. Кстати, вот приезжал к нам журнал Клаксон. Делал сюжет. И оставили мне вот такие журналы. Кстати, я потом расскажу, в каком из номеров будет материал про мой вездеход. Ну вот, ребят, выкачали масло. Выкачали масло. Как видите, получилось 6,5 литров. Ну, что-то там еще останется в масляном фильтре. Вот. А так 6,5 литров получилось у нас добра этого. Вот здесь у нас стоит масляный фильтр. Вот его видно. Вот он торчит белый. Сейчас мы его будем снимать. Вот такой у меня съемник. Очень удобный. Закручивает, откручивает. Фильтры разного размера, диаметра. Очень удобная штука. Подготовили. Подготовили лешбище. Тряпочное. Для того, чтобы у нас не залило маслом все, к чертой бабушке. Сейчас мы его сорвем. Все, фильтр сорвал я. Подложим вот эту фигулю. Ну и выкрутим его. Снимем. Вот потекло масло. Видите, вот не зря мы банку поставили. Потому что масло течет. Течет так неплохо. Все, фильтр снят. Фильтр стоит оригинальный. Кубота. Вот его код. Сейчас я буду ставить не оригинальный фильтр, но как показала практика. Все тоже самое. Вот он. Гудвилл. Вот его код. Стоит гораздо меньше. Но не ради экономии я это делаю на самом деле. Потому что ну куботу мне достать нереально. Даже в экзисте ее нет. Сейчас смазываем. Смазываем резинку маслом. Вот. Фильтр заполнять ничем не надо, ребят. Как это там раньше делалось. Чем-то заполняли. Фильтр. Ничего не надо. Он сам все прокачает. И пытаемся его вернуть взад. Все. Фильтр наворачивается. Все. Отлично. Фильтр достаточно затянуть руками. Вот так. Чтобы он туго пошел. Все. Не надо супер усилия какие-то прикладывать. Ничего этого тоже не нужно. Все. Фильтр у нас стоит. На месте все. Сейчас будем заливать масло. Итак, дальше. Какие наши действия? Наши действия просты. И прозрачны, как слеза младенца. Так. Сейчас мы эту пробку выкрутим, дабы открыть нам технологическое отверстие. Для залива масла. У нас вот такая серьезная. Мишка сделал. Очень-очень серьезная, высокотехнологичная воронка. О, блин. Сломал я. Вот дай мне что-нибудь. Я обязательно сломаю. Так. Высокотехнологичная воронка. Вот такая. Сейчас мы в нее будем наливать масло. Масло будет выливаться. Хотя, мне кажется, вот этот носик здесь вообще лишний. Во! Вот так она будет гораздо технологичнее, воронка. Масло будет выливаться. Масло я использую. До этого лил мобиль. Сейчас решил попробовать Helix 5W40. Синтетика для дизельных и бензиновых двигателей. Я думаю, ничего криминального не произойдет, если будем лить вот такое вот масло. Такс. Делаем дырдочку. Делаем дырдочку. И погнали. Будем заливать. Вот. В общем, на соревнованиях на Ладоге у нас будет целый лагерь. Где-то только человек 20 у нас идет. Это от Шерпа идет. Там повара будут. Мостовики, затейники, аниматоры. Механики. И много-много-много разных людей. Гостей в том числе. Вот. Важных. Как бы. Будем. Я, как говорил, уже буду снимать с вездехода земли и с воздуха. Будем брать коптер. Вот. И снимать всякие интересные штуки. На Ладоге должно быть много интересных моментов. Ребят. Я даже запасные лопасти взял на коптер. Потому что чую в погоне за кадром опять расфигачу нафиг его. Ну, не сильно жалею, на самом деле. Хочу Фантом 4. Так что он у меня. Этот коптер летает, летает, летает. Пока вроде. Я его, может быть, на 50 тысяч подписчиков будет на канале. Я его, может, разыграю, если он не умрет до этого времени. Я его разыграю. И кто-то счастливый получит себе этот коптер, который многое повидал. Но в то же время он повидал многое, но он целый. Бодрый, здоровый. Летает, радует и вас, и меня. Хорошими кадрами. Хорошими кадрами. Вот я сейчас долью еще мобилы. У меня тут остался где-то литр. Литр мобилы остался еще. 4, это 5 литров будет. Ничего страшного. Смешивать масло можно. Литр мобилы. Потому что сюда входит где-то около 6500 грамм. Что-то 6600, да? Вместе с фильтром. И покупая две баклажки, 8 литров, допустим, ты всегда имеешь какой-то остаток. Ну, на доливку он не нужен, потому что двигатель вообще масла не живет. Он работает и работает как часики. А масло всегда остается. И вот такие какие-то заначки. Причем его ни туда, ни сюда не хватает. Ты покупаешь опять баклажку 4 литра. И оставшиеся полтора литра, но тебе не хватает просто на замену. Приходится еще покупать. То есть на три замены масла у тебя собирается примерно еще на одну. Вот опять, видите, долил литр. Так, это уже у нас 5 литров там. Долил я литр. И надо еще лить. Оп, оп, оп. Тихо, тихо, тихо. Сивка бука. И еще каурка. 4, 5, 6. Чтобы масло не булькало, вот как сейчас оно булькает, вот таких вот не было толчков. Всегда наливайте канистры, боком должна лежать, и наливайте. Тогда струйка ровная, и контролируемая. Когда надо, вы ее поднимаете. Так, вот вроде бы, вроде бы уже и все. Сейчас мы проверим щупом. Сейчас не дадут щуп. Щуп, да, рожать, пожалуйста. Так. Щуп, щурюк, щуп, щуп. Так, масло, стекло. Двигатель у нас горячий. В принципе, мы можем уже проверить. Сколько там натекло масла этого? Да, вот. Как видите, чуть-чуть выше максимума. Чуть-чуть. Но это уйдет в фильтр. Сейчас мы заведем, заведем вездеход. И уже после этой заводки масло будет как раз в норме стоять. возвращая, видите, вот вы свидетели, я не портил Мишкину воронку, потому что он ворчит. Когда я его высокотехнологичные приспособления использую, потом разбираю и возвращаю ему. Может, мятинка какая-нибудь появилась, но это фигня. Мишка меня простит. Так. Значится, значится, значится. Все, закрываем технологическое отверстие. Если бы оно было без крышки, то была бы дырка. А тут есть крышка, значит, это отверстие. Так. Ну что, пробуем завестись. Пробуем завестись. Чуть-чуть сейчас масло сотру. Где-то тут капнуло. Где-то еще что-то. Все. Давайте попробуем завестись. Сейчас я это исполню. Вот так вот. Передатель у нас выключен. Ну вот и все. ТО проведено. Можно теперь одевать крышку капота и ехать на ладогу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok